Здравствуйте, ребята. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Так, у нас первый выступающий Макар. Да, наверное, да. Сейчас включу камеру один момент буквально. Меня видно? Ну, еще самого тебя не видно. Так, а сейчас? А если камеру наклонишь, то тебя будет хорошо видно. Да, извините. Так, все, меня видно, слышно? Слышно и видно. Так, отлично, я тогда начинаю, да? Очень интересная тема, ребята, сегодня. Где мы остановились? Вот, отправка трех тысяч, нет, тысяч английских солдат в Бостон. Вот, а мы остановились на том, что англичане отправляют тысячу своих солдат в Бостон. Тысяча солдат, это на тот момент было, конечно же, очень много. Сейчас это, ну, в масштабах войны это не так много тысяч солдат, на самом деле, на целый огромный регион. Тогда это, конечно же, очень много. Отправляют артиллерию. В общем, много солдат. И, в принципе, изначально это колонистам не очень нравится. А тут англичане еще и говорят, что колонистам надо платить за содержание этих военных. И, соответственно, колонистам это не нравится. И в воздухе повисает сильное напряжение. Время времени этих отправленных солдат уже начинают закидывать камнями, снежками, ракушками почему-то. Выпал тогда снег, да, снежками закидывали солдат. Пока без жертв обходится чудом. Но, тем не менее, люди кидают солдата в камни, оскорбляют их постоянно. Солдаты терпят это, ну, потому что они должны по закону, ну, по-хорошему они должны терпеть. Потому что, если они перестанут терпеть, это может уже привести к большим проблемам, впоследствии приведет. И 5 марта 1770 года происходит такая ситуация. На улицах, на одной из улиц Бостона стоит один единственный английский солдат. Стоит он как бы там как караульный, ну, просто следит за порядком на этой улице. К ним подходят несколько горожан и начинают его оскорблять. Потом к этим горожанам стягиваются еще люди. И во солдат начинают уже лететь камни, опять же ракушки, снежки и все, что только попадает под руку. В какой-то момент в одного солдата прилетает, собственно, камень прямо по лицу. И этот солдат делает выстрел. Толпа, а к тому моменту уже собралась толпа, бросается на солдат. И таким образом, ну, там параллельно подходят еще солдаты английские. И таким образом начинается полноценная бойня. Это событие войдет в историю как бостонская бойня, ну, 5 марта 1170 года. При ней погибнут 5 человек. Куча народа еще получит ранение. После этого, после бостонской бойни. Ну, бостонская бойня, соответственно, первые людские жертвы во время... Это пока еще не война за независимость, но во время, во всяком случае, сепаратизма американских колоний. Это первые жертвы, и, конечно же, после того, как происходят первые жертвы, напряжение в воздухе нарастает. Первый раз я говорю, что напряжение достигает предела, но в этот раз оно уже на самом деле достигает предела. Еще происходит такое событие, очень для англичанин приятное. Корабль, который собрал налоги за 6 месяцев. Вот за 6 месяцев все были собраны налоги, они свозились в какое-то одно здание. И вот все эти налоги, собранные там за 6 месяцев, из этого здания пользуются в один корабль, который должен идти в Англию. И этот корабль, вроде, садится на мель, его сжигают. Соответственно, все это горит, что-то там оттуда успевают вынести, но не очень много. И, ну, конечно, англичанам это не нравится. Поджигают дом губернатора Массачуссуса, поджигают еще там несколько домов-новников, которые сочувствовали Англии. Происходят, ну, обваливают в Смоле людей, которые были монархистами, хоть было и сейчас не очень много. Продолжаются стычки с солдатами. Но такое событие, я, если честно говоря, понимаю, почему именно оно вот стало таким переломом, но, тем не менее, переломом стало именно это событие. 16 декабря 1773 года, после трех лет уже откровенных расстыланий, в том числе иногда вооруженных, после поджогов постоянных и уже такой, ну, не войны, но ожесточенного расстояния, происходит такое событие. Организация, которая называлась «Сильная свобода», это была организация американских патриотов, которые, собственно, выступали за независимость. Несколько представителей, чьи имена, кстати, до сих пор известны, одеваются в костюмы. Зачем одеваются при этом в костюмы идеи? Зачем, чтобы показать, что это делают именно американцы, не какие-то там, может быть, бандиты, не кто-то, кто просто не поладил с правительством, а чтобы показать, что это именно делают американцы, и имена, американской свободы. И они забираются на английский корабль, который, собственно, да, там еще какая история была, если вы помните на прошлом, в рассказе моем, то британцы, они же решили, что, ну, елительный налог, который они оставили после массовых беспорядков, это налог на чай. И англичане решили такой жест доброй воли сделать, и продали целый корабль чая, по сути, за копейки. Ну, по сути, подарили, там чисто символическая плата была, чтобы сдобрить население. А вот они говорят, не нужен нам ваш чай. И просто весь чай, который был на корабле, сбрасывают. Это событие получает название «Босское чаепитие». Вода окрашивается просто в коричневый цвет на десятки метров. Естественно, для англичан такое уже неприемлемо, потому что что самое святое для англичан? Конечно же, чай. И англичане тогда предпринимают уже решительные меры. До этого они делали, ну, такие относительно мягкие вещи. Ну, да, там, ввели солдат, но, как бы, это их колония, они имеют право вводить туда солдат. Там, налоги задирали, что-то еще там. Ну, англичане, вот такое беспрецедентное действие. Они распускают генассамблею, континентальную генассамблею. То есть, по сути, местное, главный орган самоуправления колонистов. На этой фотографии генассамблея, но генассамблея, так что, суть будет. Они ее распускают и устанавливают прямой рукав на колонии. То есть, объясняю, до этого была, собственно, эта генассамблея, которая как-то руководит, это был избирательный орган. Его избирали колонисты, и, ну, часть там, по-моему, 40%, вот, по-моему, не ошибаюсь, но если, по-моему, 40% сажали англичане, и 60% избирали колонистов. Это орган, который принимает решение в колониях. Конечно же, он не может много чего делать, но, тем не менее, это орган местного самоправления. То есть, он может решить там, можно ли открываться в этом магазине, и как будет положена дорога, где откроется больница, кого назначить главой какого-нибудь муниципального округа и так далее. То есть, какие-то незначительные решения они принимают. А после того, как генассамблея русская, англичане берут все американские колонии под свой полный контроль. То есть, они назначают генерал-губернатора, который приезжает, и от имени Англии командуют в интересах Англии. Естественно, такое событие возмущает абсолютно сильно колонистов. И сразу же после того, как после Росфинской генассамблеи, англичане вводят в Бостон еще тысячи военных. Но, конечно же, заставляют колонистов за них платить. Так как это колонистов возмущает, они решают, что все, надо идти на открытое, ну все, на серьезную противостояние с англичанами. Тогда со всех 13 американских колоний, которые впоследствии станут штатами, но сейчас это просто колонии, съезжаются представители. Сейчас вернемся к 13 колоний. Сейчас в США 50 с лишним штатам. Но тогда все английские колонии в Америке, ну если мы не берем Канаду, это было вот, это Нью-Йорк, Массачусет, Родд-Айланд, Коннектикут, Нью-Джерси, Дилавер, Мэриленд, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина и Джорджия. Не было там ни Техаса, ни Луизиана, ничего практически, ну вот 13 всего штатов, 13, ну не штатов, а колоний. И из этих 13 колоний приезжают представители, от каждой колонии приезжают там по несколько представителей. В Филадельфию на тот момент это был крупнейший город, ну, буду говорить в Соединенных Штатах. Это пока дырки Соединенных Штатов, ну вот просто, чтобы было удобнее понимать, американских колоний, английских колоний в Америке. Был крупнейший город, ну если не берем Бостон, но в Бостоне были английские войска, поэтому, естественно, такое делать нельзя. Вот, самый крупный город, который был английский войс. Туда приезжают делегаты от 13 колоний и организуют то, что назовется первым континентальным путем. Это будет первое независимое правительство колоний в Америке. То есть это будет гендер, которая, ой, мне пишут, что у меня интернет-соединение неустойчивое, меня нормально слышно? Ну, сейчас были перерывы небольшие. Да, ну, говорите, если он кто. Вот, это первое независимое правительство. У меня вопросик у меня есть. Смотри, вот эти колонии, которые ты нам на карте показал, они находятся на Атлантическом побережье, правильно? Да, это Атлантическом побережье, конечно же. А Филадельфия, сколько тысяч километров отсюда? В смысле, от Европы? Нет, вот от этих вот колоний. Филадельфия же находится на Тихоокеанском побережье. Нет, вы ошибаетесь. Я ошибаюсь, если это была не Филадельфия. Но, по-моему, все-таки Филадельфия находится... Сейчас загуглю, секунду. Но Филадельфия находится на Тихоокеанском побережье. Давай пропустим, ты расскажешь. А то у тебя времени мало? Я уже почти закончила. Формировался первый континентальный конгресс. Это первое независимое правительство английских колоний в Америке. Это не генассамблей. Несмотря на то, что был орган местного самоукравления, она подчинялась Танине. Ну, в конце концов, Танцы их распустили. А вот континентальный конгресс, это уже полностью независимый орган. И сам факт формирования независимого правительства в Коломиях, это уже, конечно же, для англичан очень плохо. Это уже все. По факту открытый сепаратизм. На том конгрессе уже мы увидим некоторых людей, которые будут деятелями американской революции. Вашингтон, Джефферсон, еще там важные люди. Но, допустим, на первом континентальном конгрессе еще не будет Бенджамина Франклина, не будет Александра Гамильтона и еще некоторых выдающихся людей. по итогу того, как собирается континентальный конгресс, они решают делать очень интересное. Они отправляют одного там человека из своего конгресса, не помню честно, как его... Одну секунду. Извините, пожалуйста. Они... Я не помню честно, как его звали. И они отправляют его в Англию, просто чтобы он попросил короля, а то, чтобы... Пожалуйста, хватит, ну давайте, не надо. Естественно, король ему отдывает. И тогда собираются ряды, минитмены. Это просто люди, американцы, которыми вооружены обычными... обычными мушкетами. И это, по сути, такие витязанские отряды, можно сказать. Извините, одну секунду. Они вооружены мушкетами, а это обычные американцы. Простите, пожалуйста. Извините. Простите, пожалуйста. Простите. Простите. Откуда они вообще берут вооружение? Они просто грабят оружейные магазины на всех территориях, где они существуют. Они практически по всем территориям колоний, за исключением Бостона и еще нескольких крупных городов. Вот. Вот они могут с нами. Когда вооружаются эти минетмены, естественно, англичане это видят и решают, что надо это подавлять. Те пять тысяч солдат, которые находятся в Бостоне, ну, там тысячу отправили еще в прошлый раз, три тысячи, вот недавно, что там тысяча была. Они решают идти на... Вот. Бостон видно его. Они решают идти на относительно большой городок Конкорд. Так. Там очень плотно закрепились минетмы, там находятся оружейные, их оружейные склады, бывшие оружейные магазины. Англичане отправляют все, ну, практически все свои войска из Бостона на этот небольшой город. Шпионы, ну, не шпионы, люди, которые находились в Бостоне и сочувствовали сепаратистам, очень быстро доводят эту информацию до минетменов, и они вооружаются быстренько и выходят навстречу движущимся в ту сторону английским войскам. Встречают минетмены и англичане у совсем прям супермаленького города Лексингтон. Там это и сейчас очень маленький город, тогда это была вообще чуть ли не деревня. они встречаются около этого города и просто встают друг напротив друга. Англичане выстрелились, не стреляют, минетмены выстрелились, не стреляют. В какой-то момент они протянули несколько часов около города и в какой-то момент неизвестно кто, неизвестно даже с какой стороны, с английской или с американской происходит первый выстрел. Ну и за ним и все другие. Потом Бенджамин Франклин очень красиво скажет, это был выстрел, который услышал весь мир. Так и начинается американская революция. В битве при... секунду, в битве при Лексинге убеждают англичане. Ну у них было и чечное преимущество, и преимущество оружейное, у них и кавалерия чуть-чуть было, да и в принципе это регулярная армия в отличие от минетменов. Минетмены это просто ну какие-то отряды по-логански. Да, вот. Минетмены отходят обратно в Конкорд и до Конкорда идут английские солдаты к Конкорду, успевают подойти под крепление минетменов и уже минетмены вытесняют англичан. Англичане вынуждены бежать до Бост обратно. Это Бостон. И что делать минетмены? Они пользуются преимуществом, преимуществом, которое заключается в том, что они не регулярная армия, а полупартизан сформирование. И на протяжении всей армии англичан Конкорда они бьют по движущимся английским войскам. По итогу к Бостону подходит уже абсолютно истощенная армия, большая часть которой либо убита, либо ранена, либо взята в плен. Возвращается совершенно реализоваться, мало людей возвращается, и практически все получили хотя бы легкие ранения. После того, как английские войска оттесняют в Бостон, Бостон берется в окружение американцами и по сути находится на правах осажденного города. Туда, конечно, подходят ресурсы с моря. Одно сражение тоже происходит, там англичане на военных кораблях, а американцы на лодках просто плавают. И происходит еще одно такое событие. Естественно, разворачивается война после этого. И теперь перенесемся из Бостона в штат Нью-Йорк. Не в Нью-Йорк, в штат Нью-Йорк. Там находится со своей армией полковник Бенедикт Арнольд. Он находится и ему дает приказ. Что делать? Он решает, что сделать? Он решает брать форт Тиккенберга. Это стратегически важный форт, который удерживает англичане. Он не далеко от Нью-Йорка. И он предпринимает такой достаточно странный ход, что ли. Он едет к порту просто на лошадь. Он рассчитывает на то, что по дороге он соберет людей. Тех знаменитмэгов, которые на хвост будут кричать «Идите, если вы вооружены и хотите боевать за независимость, идите со мной брать Тиккенберга». По дороге он встречает Итана Алена с своими войсками. У Итана Алена есть войска, которые подчиняются ему. Называются «Парни из Зеленых Городов». Итан Ален предлагает Арнольд присоединиться к ним. Они там ссорят и в итоге решают, что да, хорошо, он присоединяется. Они идут с форта Тиккенбергу ночью, когда англичане спят. Англичане еще... Это точно сейчас историки ссорят, но они считают, что англичане, которые к тому моменту находились в Тиккенберге, даже не знают о том, что началась война. Потому что это сейчас, допустим, началась в Остане война, и этим англичанам в Тиккенберге позвонили бы, все, давайте готовьтесь к тому, что вас могут брать. А тогда отправлять людей для этого. При этом Бостон осажден, оттуда не так просто кого-то отправить. И, в общем, очень легко берут форт. Англичане практически не оказываются. Они просто открывают дверь и впускают американцев. После этого Итан Аленд с Арнольдом едут в Филадельфию, показывая, что сделали, как они вот прям классно взяли форт. Но происходит такая ситуация. Итан Ален из-за того, что по факту войскаривал он всю славу от этого перетягивает себе. Англии даже не упомянули при награждении, вообще не упомянули. Это событие нам очень важно, но в следующий раз мы про него вспомним. И это событие дает очень большую роль. Пока что просто запомните. вот естественно король в Англии прибывает в шоке от того, что происходит. Колонии восстали. Это очень плохо. Они восстали вооруженно. У них много людей, много оружия. Они берут один город за другим, берут форт. Это плохо. Тогда он смещает генерала Гей, который этим всем занимался, и ставит на его место Вильяма Хауа. К сожалению, когда я делал эту часть презентации, у меня был плохой интернет, поэтому изображение я не успела сделать. Но вот Вильям Хау ставится новым командующим войсками в Америке, в Северной Америке. Он, в отличие от предыдущего генерала Томаса Гейджа, решает уже действовать решительно. Он выбивает еще несколько тысяч солдат и вводит их в Америку и начинает активные боевые действия. Тогда когда американцы теряют уже последнюю надежду на то, что как-то мирно решить, принимается решение на Конституциональном Конгрессе формировать регулярную армию. Эти митмены не регулярные армии, это просто формирование добровольческие отряды. Принимается решение формировать полноценную регулярную армию с командным составом, ну вот, прям полноценную армию. И командующим этой армией назначается Джош Варнигтон. Вот. На этом сегодня все. И еще такой вопрос у меня был. Это из того, что я рассказала. Вот вы сейчас видите современный флаг Америки или по-другому. Ну, это современный флаг Америки. То, что отдают эти звезды, многие это здесь 50 см, они отдают штат. А вот что означают эти полоски? Вот их 13, как вы думаете? Ну, исходя из моего рассказа. 13 вот полосок. Отключается демонстрация. Ну, я, кажется, догадался. Спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос. Ребята догадались, что означает 13 полосок? Алло. Вот интересно даже, я не могу догадаться, это Макар, ты очень интересно рассказываешь. Я никогда бы раньше не подумала об этом, теперь это так интересно тебя слушать. Спасибо. Пожалуйста. Ну, что, никто не догадался, я тогда скажу мою догадку, ладно? Можно, Макар, можно? По-моему, Арсений говорит, но у него выключен микрофон. Арсений, ау? Ведь ему нет. Ну, тогда прошел бы. О, тогда я. Значит, на мой взгляд, вообще, это удивительный вопрос, я никогда не задумывался, что эти 15 полосок, что-то такое. Ну, вообще-то, на плагах всех государств это все имеет значение, каждый штришок. конечно. Вот, и теперь вот я задумался, я думаю, что это вот и исходные 13 колоний, ты же называл это число, Да? Ура! Ура! 13 колоний, потом, когда Америка получит независимость, это станут первые 13 штатов. И вот так вот увековечить, эти 13 штатов. Ура! Все, на этом у меня все, спасибо за внимание. Спасибо, Макар, спасибо. Так, ты еще будешь рассказывать в следующий раз дальше, нет? Да, да, буду, конечно. Значит, я на следующий раз тебя записываю в третьей части, хорошо? Хорошо. Все, спасибо. Тебе удачи, ты же сейчас нас покидаешь уже? Нет, сегодня отменилось, так как я, ну, вас послушаю. Ну, вот послушаем, сейчас будет у нас Ульяна. Скажите, Григорий, я немножко доработал свою презентацию про манку, вы спрашивали в прошлый раз, как эту манку делают, можно покажу этот слайд? Да, конечно, давай. это, может, сейчас Акима, я могу последний. Хорошо, Лена. го, вот так вот. Ну, это уже готовая каша. Как ее делаю? Технология производства манной крупы включает пять этапов. Пшеницу привозят из элеватора на производство и очищают от сена, грунта и другого мусора, чуть-чуть притормозили. Чего привозят из элеватора? Пшеницу привозят из элеватора на производство и очищают от сена. Подожди, подожди, а что такое пшеница? Пшеница это такой вид пшена. Пшена. Ой, зерна, зерна, извините, я переписала. Лаковых. Я перепутал. Я поэтому и спросил. Ага. А что еще из пшеницы делают, кроме манки? Что делают еще? Что еще делают из пшеницы этой в... Я... Белую муку. Тихо-тихо, Полина! Простите. Ой, прямо не могу. А еще хлеб делают. А еще хлеб делают с помощью... Только не с помощью. Так не говорят, что с помощью. Просто из нее делают. Ну ладно. Ну это был бы такой вопрос, да, нам рассказать вообще, что делают. Григорий, вы зависли... Я завис. Вы зависли. Меня слышно сейчас? Да, слышно нормально. Алло. Вот, значит, был бы такой вопрос, кто хочет... Все отлично. Кто в следующий раз нам расскажет вообще, что делают из пшеницы? Продолжай, пожалуйста, Аким. Пшеницу привозят из элеватора на производство и очищают от сена, грунта и другого мусора с помощью просеивающих машин. Просеивать это значит в сети, допустим, гречку к вам забрались жучки и вы хотите просеять эту гречку или муку можно просеять. Вы сыпьте муку в сице и трясете это сито. А этим сито этим сито. И есть такие автоматические сито, которые нажимаешь на кнопочку на рычажок и автоматически просеиваются. Вот. Так, значит пшеницу просеяли. Хорошо. Отдачу. Потом зерна пшеницы очищаются от внешней оболочки машинным способом. Через специальные машины в машину закладывают зерна эти пшеницы и внутри машины очищают их от внешней оболочки. потом ядра пшеницы которые были под оболочкой поступают на мукомольные мельницы где перемалываются в муку. Перемалываются вот иногда тесто скалкивают а вот перемалываются это что-то похожее только сильнее и другим предметом. я забыла название из муки отсеиваются крупные частички крупные частички которые не нужны тогда получится манка с комочками которые часто дети не любят вот ой точнее наоборот наоборот мель или больше которые являются манкой манная крупа расфасовывается по упаковкам и отправляются на спекты из муки отсеиваются какие-то более крупные частицы правильно да диаметром от 0 сантиметров 25 миллиметров до 75 миллиметров нет там не миллиметры вот тут вроде бы напис а что там напис какие буквы 75 миллиметров ты же представляешь что такое 75 миллиметров мой кулак величиной 75 миллиметров и что а 75 сотых миллиметров да да сотых а вот теперь понятно хорошо то есть вот эти крупицы их что выбрасывают или это манка это как раз там манка которые являются манкой отходы от производства муки я правильно понял нет из муки отсеиваются те частички размер которых я вам сейчас сказал и их отделяет от других и они уже являются манкой те частички да ты же сказал что зерно размалывают в муку а муку просеивают то есть делают то муку а манка это отходы которые в муку не попадают правильно ну что такое отходы ты понимаешь Аким да я понимаю что такое отходы вот ну получается что манка это отходы то что не нужно не попадает в муку то отдельно берут и говорят это будет манная каша да да верно потом манная крупа расфасовывается то есть раскладывается как бы иногда фасует на допустим камешки на маленькие средние большие вот тут манка расфасовывается потому что у манки бывает несколько видов и твердое и мягкое и жидкое и базовое и сорт зерна бывает твердый и мягкий у пшеницы правильно сорта бывают такие и поэтому манка тоже может быть более твердая и более мягкая да потом потом люди просто приходят в магазин и покупают манку потом тот человек который купил манку приготовляет эту приготовляет эту манку и все остается только подождать когда немножко остынет и можно начинать есть ну понятно теперь понятно спасибо ребята что вас удивило что-нибудь удивило так ничего манку 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 отходы от муки манку 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 приводят манку манку элеватора арсений а ты может быть там следующий раз расскажешь что такое вот это самое на руку мне пора идти до свидания да спасибо но доброго аккуратно твоя очередь ульяна пожалуйста ульяна как сделать наушники для барби из пуп из папы первое надо взять папы вы спрашивали григорий что такое папы вот это папы у него еще задняя сторона не мешайте ульяне говорит извините и клеевой пистолет и к нему клей желательно фиолетовый вы можете брать любой цвет можете даже вот такой вот такой вот обычный клей но если у вас только такой есть белый клей вы может вы можете если у вас есть блестяшки вы можете когда вы заклеить попытный клей нальете в одну дырочку вот эту вот вы можете две раза в дырочку в дырочки нальете потом вы можете добавить туда блестяшки и и такую вот любую проволоку или там чего-нибудь какую-нибудь проволоку не длинную для того чтобы были как наушники а теперь я чуть-чуть расскажу как сделать барби лыжи первое надо взять деревянные палочки можно любые можно маленькие а можно большие а можно толстые у меня были только такие вот и резинка резинки резинки небольшие резинки для того чтобы они были маленькие и маленькие были и потом на середину приклеиваете на середину эти резинки вот на две лыжи и получается лыжи а потом вставлять лыжи у меня маленький рассказ спасибо за внимание отлично ребята что удивительного вы услышали увидели мишка смотри я удивилась что можно сделать как для наушники для барби это необычное и ульяна ты очень креативный яркий человек очень необычный я надеюсь что тебе это в жизни повтори пожалуйста ульяна ты очень яркий и необычный человек можешь пожалуйста что это в жизни тебе пригодится спасибо Мария ульяна ты хорошо очень удивилась ульяна тебе хорошо было слышно что сказала Мария не совсем Мария сказала что ты очень яркий и необычный человек не совсем я повторю я повторю Мария сказала что ты очень яркий и необычный человек и тебе это все в жизни пригодится так ребята кто еще удивится правда я удивляюсь меня удивило что можно сделать наушники из пупыта но правда мне не очень нравятся пупыта но вот такие вот всякие подделки из них это прикольно вот еще меня удивило что можно ну не то что и удивило да я там меня удивило то что можно сделать лыжи для барби понятно меня удивил сам материал этот ульяночка а вот смотри вот это шестигранная какая она там восьмигранная штуковина которые эти круглешочки там есть скажи пожалуйста она она сама из какого материала сделана резина резина это резина специально обработана да там есть круглый есть дракончик есть сердечко есть бабочка есть у меня была бабочка любые цвета для клеевого пистолета только для маленького просто это я видела просто для маленького вот могут могут быть для большого в нашем деле были для маленького у нас есть большой пистолет он вот такой ну хорошо поменьше вот к нему и еще вот что я сделала так ульяночка это ты сейчас говорила знаете из чего это да потому что у тебя зависает игорь а знаете из чего это сделано я очень повторите ну я сейчас вижу какой то шарик у тебя в руке да григорий знаете из чего он сделан не не знаю это вот 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 это сделал захар из фоамирана ульяночка у тебя звук зависает пускай захар скажет что это такое это игрушки из фоамирана елочные а вот ну красиво меня было слышно нет захар я не слышал ну это было слышно то это игрушка из полимера мирана какого то нет из фоамирана 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 какого то так ну что у нас сегодня связь плохая прям обидно так жалко ну что ребята да фоамирана давайте готовьте новые рассказы к следующему разу ладно что то прямо вот звук плохой да у ребят плохой звук значит арсений мы ждем твоего рассказа про элеватор вот нам снова третью сейчас расскажут макар очень было интересно всем до свидания до следующего вторника пока до свидания спасибо за встречу до следующего вторника в Продолжение следует...